зачем я иду в youtube отдохнуть на самом деле это первое а второе что-то интересное или полезное узнать первое какой-то развлекательный контент но опять же развлекательный чтобы отдохнуть и развлечься я иду смотреть интервью или какие-то подкасты которые сейчас ну видео до подкасты по сути это тот же это же интервью не хватает в жизни каких-то просто таких разговоров а тут как будто я есть возможность поговорить с человеком который богатый какой-то тоже жизненный мир и опыт но там много факторов смотрите я это называю тест на унитаз но не совсем корректно но как-то уже прижилось то есть когда вы представляете контент который вы делаете вы должны представлять себе человека который берет телефон ему нужно пойти в туалет он садится на унитаз и включает видео которое вот вот вы должны попасть туда понимаете потому что это то видео которое вот он перед унитазом пришел уведомление что вышло новое видео они по поиску он забил понятно что собирать его будет по-разному но в голове вы должны представлять себе этого человека который ну да классно это очень это это высокие стандарты это то к чему надо стремиться тайн тайн человека это не вечером даже потому что вечером унитаз он обычно в туалете ему мало что может отвлечь он и как бы телефон нет ни жены ни мужа ни детей понимаете это время его если попадаете в этот тайн тайм этого тест на унитаз это ну вообще самая такая вышка вот ну вот это ну как бы важно в голове условно говоря это держать что он будет смотреть потом есть такие факторы я хочу заняться спортом что я делаю первую очередь я покупаю себе годовой абонемент ну и как бы он такой раньше тем более был очень внушительный да 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 ты покупаешь все и ты думаешь ну все я заплатил я же не могу никуда как бы идти и так далее в общем потом я прихожу и появляется тренер который говорит вы еще не знаете как надо заниматься давайте вам индивидуальный тренер будет вот индивидуальный тренер ну как это в моем случае индивидуальный тренер действует таким образом ну нужно вот этот вес блин а что-то тяжело но я не знаю у нас в зале девочки этот поднимает вес ты начинаешь надрываться вот напрягаешься и по мне ходишь зал вообще год у тебя все болит там и так далее но суть в чем надо развиваться надо учиться это стало вот и иногда ну как устроены вот ивенты бизнес-ивенты понимаете что они покупают на самом деле не полезность они атмосферу покупают такое да они покупают атмосферу на самом деле они развлекаются они вместо дискотеки туда ходят это отчасти сообщества социальная вещь увидеть звезду это как концерт рок-концерт все то же самое но упакованы это все под образование они не развиваются но все-таки это не прямой путь к развитию для образования и так далее люди когда выбирают этот тест на унитаз как бы у них рациональное должно быть что-то про полезное понимаете ну что-то вроде ну если видос посмотрю потому что надо развиваться но когда он смотрит он должен быть увлекательный понимаете он должен быть не то что даже отдыхать сам по себе он может даже развивать но вы должны говорить что-то интересно но это должен быть увлекательными кать я условно говоря вот смотрю одного чеченского блогера у сожалению сейчас на него попытку его покушались на него что-то исчез понимаете я не сильно вообще в делах чечне и вообще как там как там все обстоит во первых я через него знал очень многого про чеченский народ но я его смотрел честно говоря только для того чтобы заснуть еще не такой классный такой голос до нового очень увлекательно рассказывает харизматично и так далее но у него как инструмент понимаете он рассказывает вот так и так там ну там и говорит про ислам и так далее тогда он не этим не увлекал то есть здесь он здесь не было как сказать не содержание до чего мне завлек да я его просто смотрел как бы потому что вот я потом засыпал классно не нравилось как он говорит говорит я просто говорю это во второй части что вот типа там внутри не обязательно отдыхать там еще внутри должно быть просто очень увлекательно но упаковывать вы можете как полезное то есть о полезном же тоже можно говорить ну там образование можно говорить скучно и можно говорить интересно нужно говорить интересно поэтому нужно применять ну какие-то все вещи встать на место и делать так чтобы ему было интересно смотреть вот то есть человек рационально покупает одно, когда ходит на бизнес-ивенты, ему кажется, за что я плачу эти деньги? Полторы тысячи долларов. Вроде бы рационально из кармана развитие, на самом деле он, ну, как сказать, из кармана... Да, там еще и другие. Да, да, из кармана, ну, такого, досуг, типа. Вот интервью с бизнесменами очень часто, оно тоже вроде бы полезно. На самом деле, ну, это тебя вдохновляет, что-то интересное он рассказывает. Ну, как-то это вообще увлекательно. Куда они сейчас еще пойдут и о чем он задаст ему вопрос? Ну, то есть это тоже, как бы, интересный контент, так или иначе. Я не знаю, вы смотрите в Ютубе каналы, которые там про бизнесменов, там. Да, да. Ну, какой-нибудь там Черняк, там, например, да, то есть Биг Мани, то есть он сам по себе в том числе раскрылся, как он интересно там, ну, там, как сказать, задает вопросы. Ну, когда он задает вопросы, он тоже раскрывается. Он тоже раскрывается. То есть он мало уже про себя говорит, но все равно раскрывается. Как мы уже говорили, продуть. Мы очень много, мне кажется, внутри продудя знаем, хотя он про себя особо не говорит. Субтитры сделал DimaTorzok